Продолжение следует... Продолжение следует... Вот о чем. Сегодня существует не один, а два лувенских университета. Почему произошло это разделение? Как это сказалось на преподавании богословия? В чем университеты отличаются друг от друга? По-моему, это очень хороший вопрос. Итак, существует два города. Лёвен во фламандской части Бельгии и Лёвен-Ля-Нёв во франкоговорящей части. Нас разделяют 30 километров и объединяют общие корни, общее происхождение. Наш католический лувенский университет был основан в 1425 году. А с 1432 года существует наш факультет богословия. Соответственно, все это время мы существовали совместно, вместе создавая Лувенский университет вплоть до 1968 года. В 1968 году фламандская часть Бельгии, стремясь к культурной и лингвистической автономии, выступила против того, чтобы на территории, где основным языком должен стать фламандский, продолжал существовать франкоязычный университет. Из-за этого нам пришлось уехать и построить здесь, в Атиньи, совершенно новый университетский комплекс Лёвен-Ля-Нёв, то есть новый Лувен, в стенах которого продолжает существовать старинный лувенский университет, восходящий к 1425 году. Таким образом, с 1970 года мы существуем как два отдельных независимых университета, как университеты-братья. Это примерно как автокефальные церкви-сёстры, однако я должен сказать, что мы по-прежнему тесно связаны друг с другом. Например, несмотря на разделение 1968-1970 годов, мы продолжаем вместе выпускать специализированный богословский журнал, а также большую серию научных изданий при этом журнале. Таким образом, у нас хватило здравого смысла, чтобы не делить того, что ни в коем случае делить нельзя, редакцию журнала, книжную серию. У нас есть ещё одно общее издание по церковной истории. Его также издают оба университета. Лёвен и Лувен-Ля-Нёв. Таким образом, несмотря на разделение, мы продолжаем сотрудничать в области богословия, особенно это касается последних 25 лет, если говорить о создании первого научного исследования истории Второго Ватиканского собора. Мы и вместе принялись за этот труд, поскольку у нас есть множество ценнейших архивов. Многие бельгийские богословы участвовали в работе собора. Соответственно, мы объединили наши архивы и при сотрудничестве Болонского института религиозных исследований взялись за создание первой полной истории Второго Ватиканского собора. И по сей день этот труд остаётся единственным. Не могли бы Вы в нескольких словах рассказать о Вашем факультете? Какова его структура, каковы его учебные направления, приоритеты? Каково Ваше видение факультета, деканом которого Вы являетесь? Богословие в Львен-Ля-Нёв преподается на трёх отделениях, в трёх учреждениях, тесно связанных между собой. Это, собственно, факультет богословия, исследовательский институт религии, духовность, культура и общество, который является междисциплинарным. То есть, помимо богословия, в нём представлены также направления, как исследование религий, право, психология, филология. Также у нас есть отделение Востоковедения, где мы сейчас с Вами находимся. И, наконец, третье учреждение, тесно связанное с факультетом теологии, это докторантура по богословию и библеистики. В этих трёх, тесно взаимодействующих друг с другом учреждениях, изучается богословие в Лу-Вен-Ля-Нёв. Теология преподается главным образом на факультете богословия. Итак, как мы подходим к преподаванию богословия в Лу-Вен-Ля-Нёв? В идеале нам бы хотелось выпускать универсальных специалистов в области богословия, то есть, чтобы к окончанию магистратуры по специальности богословия выпускник-теолог Лу-Вен-Ля-Нёв мог преподавать все основные богословские дисциплины. Экзогетику, догматическое богословие, историю церкви, этику, пастерское и практическое богословие. Примерно так выглядит тот идеал, к которому мы стремимся. И именно поэтому на обоих курсах нашей магистратуры студенты проходят общий для всех специальностей курс, составляющий 90 зачётных баллов, кредитов, из 120 баллов всей магистрской программы. эти 90 из 120 баллов представляют собой обязательный для всех объём часов и дисциплин. Это необходимо, чтобы, к примеру, продолжить заниматься экзегетикой, будучи специалистом по догматическому богословию, или заниматься практическим богословием, будучи специалистом по фундаментальной этике, и так далее. Таким образом, мы стремимся к тому, чтобы на протяжении всей учёбы, вплоть до докторантуры, наши студенты получали универсальное богословское образование, при этом, разумеется, углублённо изучая одну из пяти областей теологии, по которой они должны получить 30 зачётных баллов. Затем, что касается бакалавриата, первой ступени обучения, которая состоит из трёх курсов и составляет 120 кредитов, то на этом этапе студент также основательно изучает блок гуманитарных дисциплин — философию, социологию, психологию, то есть не только богословие, которое, тем не менее, конечно, занимает основное место в программе. Таким образом, на первой ступени обучения за три курса бакалавриата по богословию студент получает серьёзное гуманитарное образование, а также образование в области религиоведения. Что касается программы бакалавриата Лувен Лянёв необходимо рассказать о существующей у нас системе майнор и мейджор. Речь идёт о возможности помимо основной специальности мейджор, который, разумеется, является богослови, параллельно получить майнор, то есть дополнительное образование в другой области. Программа майнор составляет 30 зачётных баллов, то есть одну шестую от общей суммы кредитов, соответствующих первой ступени обучения. Такая система действует практически на всех факультетах университета, и в этом особенность Лувен Лянёв. Таким образом, студент-богослов имеет возможность получить майнор, например, по специальности права или криминалистика, или же в области биологии, а также, конечно, философии или истории. Эта программа представляет собой, как я уже сказал, 30 зачётных баллов из 180. Соответственно, студенты других факультетов могут получать у нас на факультете специальность майнор по богословию. То есть, обучаясь по программе бакалавриата по биологии, право, инженерии, они имеют возможность взять курс объёмом в 30 зачётных баллов по богословию в качестве первого вводного курса по богословию. Выбор другой дисциплины в качестве специальности майнор не является обязательным. То есть, студент может набрать эти 30 баллов по своей основной специальности, в частности, студент-богослов имеет возможность выбрать в качестве дисциплины майнор богословие и тем самым с первых же курсов обучения углублённо заниматься богословской наукой. Ещё одна отличительная черта Лёвен-Ланёв и Лёвенского университета — это выдача двойного диплома. Это означает, что мы выдаём с одной стороны академический диплом, признанный в других европейских государствах и баллонским процессом, и с другой стороны те студенты, которые отвечают соответствующим критериям. То есть проходят необходимый двухлетний курс по философии, получают также диплом, который мы называем каноническим или церковным дипломом, который признаётся в католической церкви во всём мире. тем самым двойной диплом — это ещё одна особенность обоих университетов Лёвенского и Лувен-Лянёв. Каковы преимущества приобретения второй специализации? что даёт к примеру наличие майнер с практической точки зрения? И как может пригодиться в жизни двойной диплом? Я начну с первого вопроса про майнер. Итак, зачем богослово получать майнер в другой области, например, в области права, в точных и естественных науках, истории? Ну, я считаю, что основная цель учёбы на первой ступени, цель бакалавриата, это максимально расширить свой кругозор, не замыкаться внутри какой-либо одной дисциплины, открыть своё сознание для прочих университетских дисциплин, и, возможно, в будущем продолжить обучение в одном из этих направлений по специальности майнер, выбирая соответствующие дополнительные курсы, учебные программы и так далее. Что касается студентов других факультетов, которые получают майнер на факультете богословия, я, разумеется, считаю, что для них это очень интересно и полезно, поскольку таким образом они получают университетское образование в области христианства и могут в будущем, если пожелают, продолжить обучение по специальности богословия. Теперь, что касается двойного диплома. Итак, мы выдаем академический диплом о высшем образовании, имеющий юридическую силу и диплом церковный. Здесь, в Бельгии, магистерский диплом по специальности богословия, это официально признанный бельгийским государством диплом, то есть он является обязательным, необходимым для того, чтобы иметь право преподавать религиозные дисциплины в средних и высших учебных заведениях. Соответственно, при наличии этого диплома можно на законном основании преподавать как в государственных, так и в частных католических школах. Это основное предназначение данного диплома. Также, получив степень магистра богословия, можно, разумеется, поступить в докторантуру и заниматься научными исследованиями в университете или же стать преподавателем в высшей педагогической школе. Сегодня очень востребованные, высоко квалифицированные преподаватели, имеющие степень магистра или лучше доктора богословия для работы в высших учебных заведениях, помимо университетов, которые выпускают учителей средних учебных заведений. В частности, речь идет о преподавании религиозных дисциплин студентам католических школ, где данный курс является более углубленным по сравнению со средней школой. Что касается церковного диплома, он позволяет устроиться на работу в структуру католической церкви в любой стране мира, и в частности в Бельгии, где можно работать при приходах, оставаясь вне церковной иерархии и занимаясь с прихожанами. Я не могу с уверенностью назвать точное количество этих вакансий, но думаю, что сегодня в франкоязычной части Бельгии их насчитывается около 50. Речь идет об оплачиваемой государством работе при церковном приходе, предполагающей полную занятость. Как вы понимаете, для устройства на эту работу необходимо наличие диплома или академического, или церковного. Кроме того, этот диплом, как в принципе и любой другой, позволяет заниматься самой разной профессиональной деятельностью. Хотя, конечно же, в первую очередь мы выпускаем преподавателей религиозных дисциплин, преподавателей вузов, семинарий и духовных училищ, а также университетских ученых-исследователей. Профессор Фемери, вы являетесь специалистом в области экуменических исследований. На вашем факультете вы самый крупный специалист по отношениям с другими конфессиями, в том числе с православием. Не могли бы вы рассказать в нескольких словах о своих исследованиях в этом направлении? Вот уже почти 20 лет, как я плотно интересуюсь взаимоотношениями католической церкви и церкви православной, преимущественно византийской. Моя докторская диссертация по экклезиологии посвящена отцу Иву Конгору, крупному французскому доминиканцу, который также известен как католик и коминист. И в частности, благодаря ему я стал восприимчив к различным традициям христианства, в том числе православию. мне посчастливилось в 1994 году целый год провести в православных учебных заведениях. Полгода я провел в университете Аристотеля в Салониках, в Греции, после чего я 4,5 месяца находился во Свято-Владимирской духовной семинарии, что на севере Нью-Йорка в городе Крествуд. Этот опыт жизни в православном мире оказался для меня решающим, поскольку позволил мне почувствовать православие изнутри, ощутить его проявление и устремление. За этот год в православии я узнал больше, чем мог бы узнать из всех книг, какие только можно прочитать. И с тех пор в своем преподавании экуменизма каждое третье занятие я посвящаю взаимоотношениям католицизма и православия, за которыми я очень внимательно слежу. Помимо этого у меня есть один масштабный проект, на который понадобится еще много времени, а начал я над ним работать в том самом 1994 году. Это исследование, посвященное православному богословию 20 века, главным образом православному учению о церкви 20 века великим русским и греческим богословам 20 века. В русской традиции это прежде всего Булгаков, Флоровский, Шмеман, Мейндорф, Афанасьев. Со стороны греков это Кармирис, Нисиотис из более современных Зизиулос. Итак, я начал заниматься этим масштабным проектом в год своего погружения в православие. Я подолгу читал этих авторов, делал заметки на полях, делал ксерокопии и в результате собрал очень много материалов. Проблема заключается в нехватке времени, чтобы все это привести в порядок и собрать в книгу, которая представила бы собой что-то вроде обзора великих православных экклезиологов 20 века. И в частности позволила бы проследить их влияние на католических богословов. К примеру, имя Афанасьева, православного богослова, можно увидеть в документах Второго Ватиканского Собора, касающихся поместных церквей. Есть ли у вашего факультета контакты с богословскими факультетами в России и в православном мире в целом? Если на данный момент таковых нет, каковы, на ваш взгляд, перспективы в данном отношении? На данный момент у нас существуют продолжительные отношения с православным богословским факультетом города Яссы, Румыния. Там, кстати, находится церковь, откуда вышел нынешний патриарх Румынии. Так вот, с этим факультетом у нас подписаны партнерские соглашения договоренности об обмене студентами, преподавателями, книгами и так далее. Эти отношения продолжаются уже более пятнадцати лет. Помимо этого, к нам периодически приезжали студенты из других стран, например, приезжали студенты из России при стипендиальной поддержке фонда «Солидарность Восток». Таким образом, время от времени мы принимали у себя и других православных студентов, но можно было бы рассматривать более продолжительные и регулярные контакты с большим количеством богословских факультетов в мире. Но формально на сегодняшний день у нас только один такой постоянный контакт с Румынией. Дорогой профессор, я благодарю вас за уделенное нам время.